Ребята, всем привет! Вы, как всегда, на канале Евгений Радист. Сегодня я предлагаю вам небольшое видео с очень коротким экспериментом. Мы посмотрим, насколько сильно влияет остекление на силу сигнала. Очень часто от вас я получаю вопросы, они практически одни и те же, и их так много, что я решил записать видео-ответ, который я вам буду предоставлять будущим моим посетителям. Можно ли закрепить антенну внутри помещения, если там есть стекло или какая-то деревянная стена и так далее, или нет? Или лучше закрепить ее снаружи помещения? Вот в данном видео вы увидите, есть ли разница сигналов, и если она есть, то какая? Насколько она сильная или насколько она маленькая? Вперед, ребята, поехали, не буду затягивать, посмотрим. И вот, друзья, давайте сейчас на практическом простом примере посмотрим, насколько влияет остекление на качество радиосигнала. Напомню, что для включения нашего модема на связь, для восстановления связи между модемом и базовой станцией, порой имеет значение даже 1 децибел, там 2 децибела. А остекление, я сейчас вам это покажу, срезает сигнал во много раз. Так вот, и здесь мы ответим на вопрос, имеет ли смысл крепить антенну в доме у окна? Или все-таки лучше ее закрепить снаружи дома, на фасаде, и убрать помеху в виде вот этого остекления? Вот смотрите, что мы имеем. У нас сейчас данный телефон подключен к Wi-Fi, который находится в антенне. Я сейчас вам покажу. Но мы с вами запомним, что сигнал приблизительно в районе 70 децибел. Тут у нас 3G режим, поэтому нам интересен сигнал RSSI 70 децибел. Да, там 69, 71. Делаем следующую картинку. Вот у нас антенна. Значит, она просто, вот как буквально, я вот бывает шучу в своих рекомендациях, что антенна не должна быть около герани в окне. Так вот, она буквально здесь, что называется, около герани, и перед ней остекление. Мы берем эту антенну, да, перемещаем ее к открытому окну, сохраняем то же самое направление, то есть я ничего не меняю. И смотрите, друзья, вот я попрошу сейчас оператора подойти сюда. Смотрите, что происходит. RSSI минус 57 децибел. Да, вот даже сейчас немножечко попробуем подвернуть ее еще на сигнал. Он даже может еще улучшиться. То есть вы понимаете, да? Вот видите, минус 55 децибел. Вот попрошу оператора опять немножечко отойти, я сейчас дам комментарий к текущей ситуации. То есть у нас приблизительно 15-20 децибел, значит, ест, валюта остекления. Причем здесь не термальные стекла, друзья. Это самое обычное. Кстати говоря, даже 2 стекла, здесь не 3 стекла. Поэтому делайте выводы. Мы имеем либо минус 70-71 децибел через остекление, либо минус 55 децибел, когда антенна без стекла работает напрямую. А я вас уверяю, если мы ее повесим на улице на кронштейна, мы, кстати, это будем делать не в данном видео, но я думаю, отдельно мы это снимем. Там еще 2-3-5 децибел мы добавим. Поэтому вот такие вот выводы. И два слова скажу по поводу антенны. Значит, что получается? Она имеет пластиковый корпус. Это ABS-пластик, он морозостойкий. Вот в этом боксе находится у нас маршрутизатор. Вот такой маршрутизатор. Фирма Kinetic 4G. Этот маршрутизатор подключен к модему. Huawei E3372. И все это питается UTP-проводом. Самый обычный кабель. Значит, пятая категория. Значит, соответственно, здесь его 25 метров. И, значит, с другого конца там стоит POE-инжектор. 12 вольт, 1 ампер, более чем достаточный при таком кабеле. И, соответственно, модем, извините, наш маршрутизатор получает необходимые 12 вольт для работы. Так что вот такая история. Поэтому, друзья, делайте выводы, где крепить антенну. Вот так, друзья. Согласитесь, разница очень заметная. Я бы даже сказал, более чем заметная. В данном случае у нас была антенна на тесте с коэффициентом усиления 20 дБ. Это не коротко замкнутая антенна, которая имеет внутри две платы. Одна имеет вертикальную поляризацию, другая плата имеет горизонтальную поляризацию. Внутри этого бокса два пиктейла. Смотрите мое предыдущее видео. Я показываю, как что подключено. И вот такая большая разница. Поэтому, друзья, при любой минимальной возможности вынести антенну за пределы вашего чердака, помещения, квартиры, дома, обязательно это обеспечьте. Вы получите значительную прибавку. То есть, любое остекление срезает сигнал. Шифер, андулин чуть меньше, но тоже срезает сигнал. Почему? Потому что это высокие частоты. Понимаете, буквально от листвы, которые есть у нас за окном, лесополоска, это уже отражает сигналы высокой частоты. Поэтому, учитывайте эти мои советы. Что касается следующих моментов. Друзья, подписывайтесь на канал. В следующем видео я вам покажу и попытаюсь рассказать, опять же, максимально простым языком, как выбрать мощность антенны. Потому что очень многие из вас спрашивают, вот при вот таком расстоянии до базовой станции, какая нужна мощность антенны. При другом расстоянии, может быть, меньше или больше. Там немножко не так. Это такой ошибочный подход. Я вам постараюсь рассказать очень просто, чтобы все было понятно. И также мы сделаем видео в самое ближайшее время, где мы посмотрим, как у нас питается модем через кабель на определенной длине. Потому что тоже возникает вопрос, чем лучше запитать. Либо UTP кабель, а не страдает ли роутер. Все-таки есть ли там 12 вольт или там меньше. Мы это посмотрим на USB тестере. Если мы подключаем USB кабель, то что лучше, USB кабель 7 метров? Или мы возьмем, допустим, тоже пятую категорию медный UTP кабель, напаяем на него разъемы USB-шные. И посмотрим, как будет на тех же 7-10 метрах работать уже вот такая сборка. И вариант, конечно же, когда у нас модем напрямую подключен к роутеру. Тоже подключим прибор, посмотрим, какое питание на модеме. И уже подключим этот модем к антенне просто обычными двумя 50-омными кабелями. Ну, кстати, два слова еще там тоже мы скажем по поводу кабелей. Вот такой небольшой анонс, друзья. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Буду очень рад видеть вас на своем канале. Ну и вперед. Всем удачи. Спасибо. С вами, как обычно, Евгений Радист.